Приветствую вас и ваш вопрос, он, конечно, довольно короткий и не содержит того необходимого объема информации, который нужен для того, чтобы адекватно и максимально полно ответить вам на ваш вопрос, но я, тем не менее, попытаюсь это сделать, исходя из той информации, которую вы нам предоставили. Итак, вы говорите о том, что вы против того, чтобы ваш мужчина работал, собственно говоря, ночью, и вы спрашиваете у нас о том, как с этим бороться. Ответ на ваш вопрос будет звучать следующим образом. Если молодой человек хочет работать ночью, если его устраивает работа ночью, то, к сожалению, бороться с этим невозможно никак. И вот почему. Дело в том, что оказывая борьбу и оказывая сопротивление к тому, что ваш молодой человек хочет работать ночью, вы посягаете на его самостоятельность, на его выбор, на его решение и, возможно, даже на его интересы, что не способны в большинстве случаев породить ничего, кроме защитной реакции, кроме недовольства и так далее. И если вы не хотите портить своим молодым человеком отношения, то будет лучше, если вы именно бороться ничем не будете. Будет лучше, если вы постараетесь донести до своего молодого человека свою позицию, то есть позицию о том, почему вы не хотите, чтобы он работал ночью, чем продиктована такая ваша позиция, чем она обоснована, какую цель вы преследуете, не желая позволять молодому человеку работать ночью и так далее. То есть очень важно, чтобы вы в этот вот момент до него постарались донести, потому что противном случае молодой человек будет думать, что вы просто его как-то пытаетесь подавить и не более того, а это ему не понравится в любом случае, это не может понравиться так или иначе. А вот. И постарайтесь выслушать его позицию по этому поводу и постарайтесь для себя понять, чем она вас так напрягает, почему вы с ней не готовы мириться, почему вы не готовы принять выбор своего молодого человека работать с помощью значит, постарайтесь понять его позицию и свою позицию тоже обязательно ему высказать. Но высказывать свою позицию на мой взгляд нужно грамотно и делать это не через обвинения взаимные, не через борьбу, которая по своей природе является чем-то подавляющим, не через борьбу, а именно через попытку донести до мужчины, что вам вам от этого например хуже, вам от этого становится тяжелее, вам от этого становится плохо и так далее. То есть, чтобы вы оглушили молодому человеку значит именно вред себе от его работы ночью и попытались это как-то разрешить в компромиссе, именно в компромиссе, потому что в активном случае, кроме как ссор и взаимных обвинений и посягательств на личное пространство и на личностный выбор у вас не будет, а это приведет к тому, что вы будете отдаляться, и у вас будет превалировать негатив в отношениях, и рано или понятное отношение закончится, либо не будут приносить никакого абсолютного удовольствия. На этом все, надеюсь, помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok